Я вас хочу приветствовать, приветствовать, Мирка. Хочу поздравить вас за славу этого юбилея, доброй вам жизни, доцветания и быть богатым. Значит, на самом деле я не буду... Проблемы, которых мы можем сказать, их много. На самом деле, учитывая, что на самом деле как-то организаторы отводили очень крайне ограниченные, временное выступление, мы выбрали только одну проблему, которую мы, на самом деле, осознали совсем недавно. Мы стали членами ВТО. Все этого не заметили, но, по-моему, не мы члены ВТО. К чему это приведет? В ближайшее время приведет к тому, что все товары иностранные будут лишаться вот этих акцизов и так далее. То есть они пойдут на наш рынок. Да, я хочу сказать, что мы, я представитель ООО «Вангард», это микроэлектроника, радиоэлектроника, при том, разная электроника. Это радиоэлектроника специальная, двойного, как говорят, назначения, ну а теперь и гражданская, так как военной радиоэлектроники вдруг стало много у нас, и ее не надо производить. И теперь мы выпускаем серийное производство, которое состоит только из трех именеров. Это называется серийное производство. То есть на одной военной радиоэлектронике теперь мы выжить не можем. Значит, мы теперь должны и выпускаем радиоэлектронику, и микроэлектронику гражданского применения. Так что вот специфика у нас такая, что мы давно уже взаимодействуем с мировым рынком. Потому что электроники, как известно, у нас в стране уже фактически нет. 95% комплектующих по радиоэлектронике – это только иностранные производства. Мы теперь все собираем только на иностранных. Ну а 5% только потому, что на самом деле нам, к сожалению, военные радиоэлектроники, никто с Запада не продает. То есть мы вынуждены все же создавать военную радиоэлектронику. А сравнение радиоэлектронных приборов гражданского и военного идет налицо. Правда? Если мы не берем их комплектующие, а у нас нет этих комплектующих, мы не можем сделать даже военную, даже вечно похожее, что делают уже на Западе для гражданского прибора. То есть проблемы очень большие. А теперь мы еще и члены ВТО. То есть теперь вообще все со мной. Если мы сейчас не будем предпринимать никаких мер, то скоро очень много предприятий у нас лягут на душе. Они и так лежат уже на душе, а они еще глубже лягут. Это первая проблема. И второе, что мы не умеем продавать туда. Наши товары туда не идут. Поэтому мы даже не знаем, как там продавать. Хорошо в линвере занимается некой отраслью, в которой весьма успешно продавать. И это, конечно, вот навыки ваши будут хорошие. Теперь дальше. Почему какие-то сразу рождают проблемы? Нам нужны специалисты, которые будут эти задачи решать. Готовит ли кто-то таких специалистов? Никто не готовит. И вот мы начали взаимодействовать. Вот просто, как всегда, взаимодействие идет на личных контактах. Ну вот, на личных контактах мы контактируем с политехом. Есть там такая кафедра мировой экономики. Есть заведующий кафедр Диенко Николай Иванович. Выкусник воемеха, кстати. Так что... И вот мы стали обсуждать вопросы. Что нам делать, чтобы решать эту проблему? Ну вот, главное, что... Не готовят таких специалистов. Как решать проблему? А что надо у них делать? Надо не только продвигать у нас, на нашем рынке, на нашем очень специфическом рынке. Рынка у нас, фактически, мы пока не надвигаем на самом деле. Вот как мы знакомились с на личных контактах, так у нас все делается на личных контактах. И маркетинг идет на личном контакте. И то, и то, и то. Поэтому нам нужны специалисты, которые в состоянии помочь нашим предприятиям в ближайшее время противодействовать или взаимодействовать с ВТО. Во-первых, надо продвигать наши товары. Вот говорят, надо то и то знать. В общем, конечно, специалисты по экономике, а только они эти проблемы могут решать. Потому что все технологии бегут от экономики на самом деле. Значит, нужны люди, которые и знают, что мы производим, и могут продвинуть как конкурентный товар. Дальше. Там юридические вопросы встают. Ну, у нас своих готовили юристов. А скоро скажут, надо знать юридические законы не только нашей страны, но и всех участников ВТО. Это же тоже нужны такие специалисты. Ну, и третье, что нам нужно еще, это нам нужно еще организовывать такое же производство, как на Западе. А на Западе сейчас производство, ну, как все-таки говорят, кластерного типа. То есть надо, чтобы в нашей стране создавались кластеры, создавались, распадались, но нужно производить конкурентно способную продукцию. Потому что конкурентный способ на мировом уровне создается только в совокупности нескольких предприятий, которые могут пойти, вложить деньги, создать эту продукцию, а потом ее продать. Так вот, этого у нас пока нет. И вот касательно, вот я просто могу сказать, я не часто участвую в круглых столах, я могу сказать, вот мысль такую провести, понимаете, с круглого стола надо выносить наверх, как ты говоришь, наверх. Наверх надо выносить какие-то мысли, потому что, к сожалению, я смотрю наверху, там насчет компетентности слабоватые люди сидят. Прямо могу сказать. И не лучшие, но они политические. Но они должны, они с удовольствием, наверное, прислушиваются к здравой мысли, потому что они тогда их могут реализовать, и эта реализация будет им даже приписываться. Так вот, наши столы должны туда выносить что-то полезное. Вот я думаю, что полезное следующее. Очень здравая мысль, целевой налог. Это документ, который позволяет взаимодействовать вузом с предприятиями. Нам дают сколько, что вам надо. Вот вам специальности. Мы пишем, 10 специалистов. Так собирается целевой налог. Потом мы посылаем свое министерство, министерство собирает в экономику развития, там все вместе собирается, и в вузы приходят целевой налог. Деньги приходят. И места приходят. Места приходят. Понимаете? Да, контрольные цифры приема приходят. Ну вот, теперь я смотрю. Я на самом деле недавно приема. Я не надо уже взаимодействовать с этим приемным набором. У меня суждение такое. Во-первых, мы получаем, конечно, ограниченный список специальностей. Почему? Непонятно. Вообще бы я бы все специальности привел. И тогда была правда жизни. Нам нужны вот такие специалисты. И государство бы знало, какие специалисты нужны на предприятии. Нет, они выбрали, ну, в общем, технологии. Там все технические. Вы не думаете, я не гуманитарий, то есть я не загуманитарил. В общем, выступаю. Я просто объективно об этом говорю. Я сам физик. Вот Сарасов и я заканчивали, наверное, тоже факультет физический. Поэтому мы, когда говорим, то, наверное, и он, и я можем говорить только о специалистах физик. Вот я могу так сказать. Да? Поэтому, но я об этом не говорю. Я буду говорить о том, что должны быть все специальности. И мы должны указывать. И вот сейчас мы хотели бы, чтобы появились специалисты по торговой политике. Потому что все компетенции, которые я перечислил, они заложены в компетенциях торговой политики. Вот я бы хотел, то есть мы бы хотели, меня бы, а мы бы хотели. А беседа была такая. Генеральный директор, я сидел, и Денок и сидел. И вот мы втроем обсуждали и пришли к такому выводу, что мы бы таких специалистов, несколько человек, мы бы на предприятие взяли. Потому что они бы нам помогли подготовиться вот к этому взаимодействию. Мы сейчас будем на этой же, наверное, кафедре просить повышать квалификацию. Мы к вам можем прийти. Нам нужны такие специалисты. Вы предложите свои образовательные услуги. И мы к вам придем. Потому что немного нам нужен штучный товар. Это нам не отдел большой, как должен быть. Два-три креативных человека, которые начнут деятельность. Которые подберут отделы. И если это будет эффективно, тогда все это будет развиваться. Если неэффективно, то это умрет само сроком. Поэтому в отношении целевого набора я могу сказать, что в нашей стране что бы ни делалось, оно все получается как-то не так. Купить целевой набор, я как понял, в грузах это способ решения проблемы набора. Нету. Значит, я смотрю. Да вы что? Есть. Ну я вот во многих грузах. Есть некая нижняя граница ОЕБ, на которой набирают без целевого набора. А целевой набор это на 20 баллов меньше. Ничего. Ну я вот за что купил? Есть грузовик тоже. Закупил. Как организовать там? Ну вот я за что купил, за как продал. Это не я организовывал, я просто вижу это. Я откровенно могу сказать. Нам не нужны целевой набор слабых. Вообще. Нам нужны креативные люди. Остальных мы и так найдем. Могу сказать. И получается следующее. На целевой набор мы набираем в общем слабых. Ну потому что нам надо кого-то набрать. А мы никого найти не можем и набираем, кто к нам приедет. Но когда мы выходим на рынок и куда выпускников, мы можем купить лучше. Все стоит. Все оказывается можно купить. Понимаете? Все можно купить. Только надо захватить. И когда если мы видим, что это сильный человек, то мы просто его покупаем. А зачем нам эти слабые? Слабые нам не нужны. Целевой набор должен превратиться ровно наоборот. Мы должны брать самых сильных. А получается, что мы берем самых сильных. И мы ими не занимаемся этой талутии. Я тоже хорошо знаю этот целевой набор. Так что я и у вас... Я про цифру говорю. Я про цифру говорю. Я не все так хорошо, как... Сейчас же все вдруг сажет. Нет. Мы как раз... Если вы строите историю... МРС Радаль и Рамгард, это немножко не так. Ладно. Ну, в общем, я хочу уже, конечно, заканчивать. Но вот по поводу цифрового набора надо, конечно, хорошо... Ранимать. Да. И это как-то надо фиксировать. В резолюции должно быть поставлено, что больше гуманитарий там должны появляться. Обязательно должны появляться. Пускай они даже решают, кто будет. Вот мы считаем... Вот вы посмотрели программы, ГОССы... Вот торговая политика это то, что нас сейчас нужно. И вас сразу пошли в торговые стены. Да? Нет. Мы хотим, чтобы эта торговая политика появилась у дидерта на мировой контакт. Торговая политика с инженерным тюбидерсом. Да, с инженерным тюбидерсом. Да, да. А вот по поводу специалистов еще могу одну мысль добавить. Вообще нужны разные специалисты. Понимаете? Есть разные люди. Есть люди, которые могут разорваться только в одну. Вот есть... Вот я по-клубосому... Я вот с физиками сталкиваюсь. Вот физик... Вот он физик. Понимаете? Президент уже приговор. И если им дать еще экономическую направленность, то не надо им. Пускай он будет физик. Есть люди, которые могут и то, и то. Но они... Вот видите, когда один человек, он идет, он как специалист, как плюс. Понимаете? Ведь вот на Западе не случайно хорошо устраиваются вот эти глубокие специалисти. Вот однобокие. Потому что там у нас не хватает. Понимаете? Они креативны, они могут новое создать. Вот у нас... Ну вот нет нового. Все, что сейчас такое вот... Все не наше. Все не наше. Телефоны, телевизор, все оказывается, что наше специалист в нашем российском образовании попадает туда, и я их массу... Да, да, да. Я была потрясена из-за лучшей американской института, реверсов и так далее. 60% языков в нашем, и 40% внимательно. Я могу сказать, что в самой секретной лаборатории в Америке, можно сказать, начальник лаборатории, я вместе с ним учился. Ваши сотрудники. Так что вот я могу сказать, что у нас секретная лаборатория в Америке сейчас. Сейчас я вам ответ на чуть-чуть добавлю. А если я просто говорю, что не надо ломать людей. Есть разные люди. Вот есть люди, которые вот то и такие тоже. И ты прав, как я говорю. И ты прав, и ты прав. Все правы. Но не надо на одноустра. Вот надо широко мыслить. И она жизнь выберет. И она сама выберет. И нужны и такие. Вот если вы хотите всех вот этих средних людей, нам они тоже бывают. Да, я подожду. Замечательно. Так, правда, дать вам аплодисменты. Вот надо просто на просто комментарий. Вот в обсуждении людей, которые поступают, замечательно, как их нужны. Нужно разделить как бы две части. Понимаете, есть запрос на экономистов, а есть запрос на управленцев. То есть менеджмент и экономика – это разные вещи. И разная подготовка. Они много где пересекаются. Но тем не менее, менеджмент – это одно, а экономика – это другое. Поэтому вот тут действительно это тоже важно где-то подчеркнуть, потому что это непересекаемые в реале случаев вещи. Спасибо. Спасибо.